Как же долго я ждал эту клавиатуру, ведь это самый крутой девайс от SteelSeries в 2015 году. Наконец-то она здесь, SteelSeries Apex M800. Самым интересным в этой клавиатуре являются свечи и подсветка. С них и начнем. Свечи называются QS-1 и созданы они совместно с компанией Kyle, и тут все скажут – фу, ведь все так привыкли гнобить Kyle, а вот и нет, не фу. Эти переключатели совсем не похожи на обычный кейл или даже черри, они больше похожи на Logitech Roemer-G. При том, что расстояние до срабатывания здесь как и у Logitech 1,5мм, а вот высота кейкапа – 3ммм, а не 4мм, как у черри, кейл или тех же Roemer-G. получается что ход очень короткий и в играх кнопочки нажимаются мгновенно это круто исходя из того что свечи не похожи на каилл и черри переходим к подсветке смотрите светодиод здесь по центру и за счет того что он больше и светит ярче подсветка получается хороший как у кириллицы так и латиницы здесь огромное количество настроек вы можете выбрать любую кнопку или область и задать ей не то что любой цвет два разных цвета когда она активна и когда нет даже пипетка есть чтобы вы могли взять цвет с экрана при том это может быть не просто цвет какой-то эффект дыхание color shift и многое другое если не охота париться выберите предустановленный режим всевозможные радуги цвета флагов межпространственные двигатели режимы для определенных игр и мой любимый диск сама клавиатура большая и хоть из всех клавиатур семейства apex она самая маленькая все равно место на столе занимает в порядке но внешний вид как по мне самый лучший из всех эпик что у меня были а у меня были все здесь почти везде матовый пластик кроме небольшой окантовочки из глянца по моему классно выглядит хотя можно было бы постараться и сделать клавиатуру еще компактнее раскладка стандартная без смещения кнопок но ряд дополнительных клавиш слева как всегда заставляет меня страдать и промахиваются по control и escape между нами говоря я знаю что все киберспортсмены плачут когда видят вот эти клавиши так что вот так вот вот большой пробел это реально офигенно он мне нравился и в прошлых версиях и очень круто что его оставили здесь на макро клавиши вы можете повесить макрос запуск приложения или любые другие мультимедийные штуки и вообще продублировать любую кнопку или комбинацию на клавиатуре раньше вот здесь были промежуточные стрелки которые у всех вызывали удивление вопрос зачем теперь их убрали спасибо приятный момент для пользователей мака если у вас мак вы можете поставить себе кнопочки для вашей оси еще из дополнительных фишек 2 и из 2 порта чтобы подключать всякие штуки провод тонкий как для клавиатуры с портами и подсветкой он в тканевой оплетки и вряд ли перетрется если вообще с ножками здесь такая же ситуация как и в прошлых моделях сменные резиновые одной высоты и в комплекте другие повыше проблему с тем что они теряются так и не решили видимо забили или просто не считают это проблемой софт принципе показывать уже и нечего потому что здесь две вкладки настройка подсветки настройка клавиш об этом я рассказывал хотелось бы показать вам фишку gamesense это когда подсветка клавиатуры реагирует на то что происходит у вас в игре смотрите например с кс работает пока что в майнкрафте доте и кс и поэтому показываю на контра страйке и так у вас на клавиатуре три линии светятся это ваши патроны хп и броня вот и если я делаю фраг потом еще один фраг то у меня как видите уменьшается количество патронов и вот здесь отмечаются мои фраги я уже сделал минус 3 вот смотрите прям в прямом эфире перезарядился стало больше после постреляю напоследок хочется сказать что это очень крутая клава которая мне реально понравилось понравились свечи и подсветка понравилось то что здесь убрали ненужные штуки например вот эти кнопки и здесь только один ряд дополнительных клавиш ножки спорная штука но не страшно по сути а вот что реально минус этой клавиатуры так эта цена но она в пределах цен конкурента на этом всем с вами был интернет магазин f и уэй меня зовут макс подписывайтесь на наш канал на ютюбе и тогда цены на такие клавиатуры снизится в пять раз обязательно